это моя информация о сотрудничестве а когда организаторы предложили мне выступить на тему как мы будем лечить рак эндометрия в тридцатом году я честно говоря был очень удивлен ну во первых я никогда не был предсказателем скажем так и помня печальный опыт наших политиков например в области предсказания вот а во вторых я никогда сам не занимался лечением больных раком эндометрия по моему меня за всю мою профессиональную жизнь было двое больных в ранней так сказать молодости клинической и больше отыскать у меня не было подобного опыта поэтому я сначала удивился потом подумал ну хорошо почему бы так сказать не посмотреть незамыленным взглядом на эту проблему ничего если я что-то скажу не так потому что большинство предсказаний имеет свойство не сбываться вообще-то сказать даже у самых опытных предсказателей ну а для того чтобы свести к минимуму сверх ожидания нужно сказать что в принципе все что войдет в клиническую практику через 10 лет будет основана на сегодняшних знаниях потому что от момента появления знания до момента когда они становятся так сказать нашей рутинной практикой проходит как минимум 10 лет а чаще всего гораздо больше поэтому мне предстояло так сказать посмотреть какие же тренды будут так сказать существует сегодня в лечении рака эндометрия которые могут так сказать в обо многом определять как мы будем диагностировать и лечить это заболевание а через 10 лет и мы рассмотрим эпидемиологический тренд мы поговорим о геномной революции к сожалению я написал цифровая революция которая с моей точки зрения изменит полностью как мы диагностируем как мы лечим как мы наблюдаем наших пациентов как мы прогнозируем течение заболевания как мы моделируем тот или метод тот или иной другой метод лечения существенным образом будет влиять на нашу практическую деятельность но это вероятно отдельная лекция должна быть этот вопрос невозможно уместить сегодняшнее выступление и мы поговорим о возможных изменениях наших лечебных подходов которые будут происходить в результате всего этого но должен сказать что многое останется прежним статистика свидетельствует о стремительном росте заболеваемости за последние 10 лет при более скромном росте смертности и это связано с тем что мы по-прежнему диагностируем рак и матки в первой стадии у 70 процентов больных при этом надо отметить неоправданная высокую одногодичную летальность 8 процентов для этой формы опухоли ожирение сахарный диабет и вызываемая ими эстрогенизация является факторами предрасположенности развития краку эндометрия и сегодня на учете состоит 5 миллионов больных с сахарным диабетом в основном это второй тип ежегодно это количество прирастает на 260 тысяч новых случаев при этом большинство а больных сахарных диабетов диабетом это женщины и самое тревожное по мере того как мы все лучше и лучше лечим сахарный диабет число больных с этим заболеванием умирающих от злокачественных опухолей стремительно растет за последние пять лет в четыре раза с 2 6 процентов до 11 процентов ну и как было уже сказано ожирение каждое счет женщина страдала ожирением сейчас было сказано прозвучали цифры уже 42 процента но всяком случае в любом случае ожирение становится все более более актуальной проблемы для нашей страны все вместе это свидетельствует о том что рак эндометрия останется крайне актуальной проблемой системы здравоохранения в 2013 году факторами риска я как уже сказано является метаболический синдром обусловленные ожирением и сахарным диабетом вследствие чего повышенная продукция астрогенов жировой тканью их прямое пролиферативное воздействие на эндометрии также у 50 процентов больных заболевание развивается вследствие генетической предрасположенности одно из наиболее частых это синдром линча профессор я владимир бухман в 70-х 80-х годах предложил патогенетическую классификацию рака тела матки выделив разделив возникающие болезни на два типа тип 1 преимущественные ассоциирован с метаболическим синдромом астрогенизации гипертрофии эндометрия и представлен гистологически высоко и умеренно дифференцированными триоидным раком и тип 2 этот оставшиеся 30 процентов который не связан с метаболическим синдромом представлен гистологическими и представлен другими гистертипами и также несколько дифференцирован одновитровоидным раком однако мы сегодня переживаем геномную революцию в понимании патогенеза рака эндометрия которая началась еще на сказать 2013 году когда проект атлас тс джей канцер женом атлас research network опубликовала результаты секвенирования опухоли рака эндометрия у более чем 230 больных одновременно проведена была экспрессия информационных и ранка это то чтобы оценить как эти гены работают и в принципе было вы выявлено 4 и предложила новую молекулярно-генетическую классификацию выделив 4 генотипа и первый генотип это сказать генотип ассоциированный с мутацией геноколе он а так сказать на не так часто встречается он демонстрирует великолепный прогноз второй генотип это ультрамутированы обусловлены чаще всего геномными нарушениями в работе системы репарации спаренных оснований так сказать в третий генотип это опухоли с низкой копий насти или еще они называются опухоли с отсутствием специфических молекулярных нарушений также может быть иногда эндометриоидный генотип поскольку в основном это опухоли эндометриоидные и мы видим что эти два генотипа если посмотреть на кривые выживаемости занимается так сказать промежуточное положение по сравнению и гораздо хуже прогноз по сравнению с больными у которых 1 ультрамутированный генотип связаны с мутацией генополя и а последний генотип он называется генотип с высокой копийностью или сироза по по сирозоподобный генотип обусловлен мутацией генотип 53 огромной перестройкой днк с развитием амплификации очень много генов том числе гена хир 2 и этот генотип отличается крайне плохим а прогнозом при каждом генотипе отличие имеется различие в мутации в мутационном статусе очень многих генов одни имеют характерное это сказать присутствие так как например мутация генотипе 53 четвертом генотипе сироза подобным да другие гены как скажем мутация в генах птен они присутствуют в очень многих фенотипах ну что очень можно сказать что в принципе это классификация молекуле саварил предложены она очень легко и естественно вписывается существующую клиническую практику во первых потому что нам легко определить эти генотипы по сути дела требуется всего лишь три исследования первое исследование начинается с определением мутации генов поля мутация генов поля отличая может быть определяется методом пцр но в принципе это трех зона поэтому можно делать секвенирование по сангеру все остальные больные определяются на наличие или отсутствие микросателитной нестабильности иммуногистохимическим методом выделяется на счет ультрамутированы гипермутированный генотип генотип второй тип связаны с нарушением репарации спаренных оснований ну а оставшиеся также проводится иммуногистохимическое исследование на наличие мутированного белка п53 также иммуногистохимический и происходит разделение на сирозоподобные и на эндометриоидные генотипы так сказать рака эндометрия таким образом это очень так сказать удобно и в принципе так сказать это возможно и мне кажется что стоит задача сейчас в первую очередь вот пройти вот первый этот этап и внедрить сейчас сделать широко доступным определение мутации гена поля все остальное уже сегодня существует в реальной клинической практике кроме того это классификация уже сегодня имеет предсказывающее значение об этом мы поговорим на примере исследования протек 3 но также она вот здесь самый прямой простой пример она делит эти четыре генотипа на два чувствительных супер чувствительных к иммунотерапии это ультрамутированные гипермутированные генотипы и на менее чувствительные к иммунотерапии давайте рассмотрим более подробно чем характеризуется предложенные генотипы ультрамутированный частота его от 6 до 12 процентов крайне высокая мутационная нагрузка на 1 миллион а так сказать оснований днк в основном это микросателлитно стабильные но также могут быть и нестабильные опухоли это представленные гистологически эндометриоидным раком низкой и высокой степени злокачественности и несмотря на наличие высокой степени злокачественности прекрасный великолепный прогноз не связаны с ожирением и для этой группы больных мы будем мы может обсуждаться деэскалация лекарственных и других терапевтических воздействий и используются если говорить о лекарственной терапии ингибиторы так сказать педи и педиаладин гипермутированный тип более часто встречаемый до 30 процентов а так сказать наличие микросателлитной нестабильности нарушения в системе репарации спаренных оснований тоже большое число мутаций больше 10 на мегабазу микросателлитные нестабильные представлен чаще всего эндометриоидным раком высокой степени злокачественности обусловлено связан с ожирением имеется синдром линча очень часто обусловлен я промежуточный прогноз и здесь использовал чувствительной ключевой терапии и также к ингибитором к иммунотерапевтического препарата низкокопийный или так сказать генотип или генотип без специфических мутационных повреждений наиболее частый до 40 процентов примерно не низкая мутационная нагрузка меньше 10 микросателлитная стабильная опухоль характеризуется активация перед реки и путей чаще всего в результате мутации это сказать геноптен представлены демидометриоидным раком низкой степени злокачественности связан с ожирением промежуточный прогноз лучевая терапия чувствительную ключевой терапии и также к методам более щадящей лекарственной терапии это гормона терапия современные ингибиторы 5 реки путика которые появились и вошли в клинической практике уже скажем при раке молочной железы ну и вот и высокопер высококопийный генотип или генотип связаны с мутацией гена tp53 и это сказать поврежденным белком p53 который является стражем генома вот а частота его около 20 процентов низкомутационная нагрузка микросателлитность он стабилен дефицит гомологичной рекомбинации очень часто встречается амплификация хер-2 эндометриоидный в рак высокой степени злокачественности и также другие гистотипы серьезностью так клеточный рак не связан с ожирением так сказать очень плохой прогноз и используется химиотерапия парп ингибиторы хер-2 если мы говорим о лекарственной терапии перспективно в принципе для света клеточного рака что мы будем о чем мы будем говорить это назначение иммунотерапии если говорить о ранней диагностике рака эндометрия то ее ранее так сказать выявление обусловлено основному симптому это по смену по узальному кровотечению он встречается таскет перед первое не ца 1 так сказать симптом заболевания у 90 процентов больных но при этом надо сказать что из всех по смену паузальных кровотечений только девять процентов обусловлено раком эндометрия после больным обычно выполняется трансвагинальная сонография для того чтобы определить состояние эндометрии берется биопсия морфолог получает гистологические препараты которые он в которых он должен так сказать определить имеется ли нормальная эндометрия или типичная типичная гиперплазия или атипичная гиперплазия как которая представлена вот в этом углу этого слайда или интеропертилиальная деметриоидная карцинома так сказать и надо сказать по проведенным исследованиям конкордантность заключения между различными патологами между различными лабораториями не очень высока то есть в общем то достаточно сложно сказать и более очень четко поставить какая же патология существует у пациентов рака с подозрением на рак эндометрия я поэтому думаю что в ближайшее время здесь сюда придет искусственный интеллект и компьютерная программа будут помощником наших коллег морфологов для определения той возможной патологии тех возможных подозрительных участков слайдов морфологических которые морфолог своим глазом должен более подробно изучить для того чтобы поставить точный диагноз но появились и другие методы ранней диагностики я вот с удивлением узнал о методе папсик который сейчас проходит находится в рамках перспективного исследования для того чтобы четко оценить его эффективность и возможность использования в клинической практике это значит щеточки берется образцы клеток эндометрия и после чего они изучаются эти клетки на наличие так сказать плотности и мутации нескольких генов 10-12 генов среди среди них которых и теперь 53 поле и другие в частности связаны с активацией сигнальных путей и посмотрите чувствительность 93 процента специфичность 100 процентов для рака эндометрия фантастический результат существует и другие методики которые сейчас разрабатывать микро рнк также могут быть служить так сказать признаком помогать постановке раннего диагноза рака эндометрия гиперметилирование разработаны тесты на гиперметилирование днк и поэтому это тоже так сказать показывает и высокую специфичность и высокую чувствительность методик поэтому мы можем говорить что в принципе в ближайшее время мы будем обладать помимо так сказать морфологического подтверждения диагноза возможно и другими диагностическими методики которые помогут нам поставить диагноз на очень ранних стадиях заболевания и увеличить частоту обнаружения опухоли на стадии 1а кроме того появление новых диагностических методик открывает в принципе возможности для скрининга потому что что нужно для успешного скрининга это выделение таргетной популяции она у нас есть это больные это женщины с сахарной диабетом ожирения во всяком случае с метаболическим синдромом очень просто сказать смотреть я уж не говорю о генетической предрасположенности это немножко даже другая история это наличие эффективных диагностических методик они появились и наличие эффективных методов лечения вы прекрасно вы прекрасно лечите больных первой стадии рака эндометрия проблема экономической эффективности потому что сегодня уже планка очень поднята высоко 70 процентов больных мы и так без всякого скрининга диагностировали в первой степени если нам удастся диагностировать 80 85 процентов больных это приведет существенному увеличению продолжительности жизни снижение смертности наша задача скрининга снизить смертность от рака приведет ли это снижение смертности это сложный вопрос и это нужно паскать требует лучшего понимания эффективности новых диагностических методик а кроме того новая генова но вот так сказать разрабатываются еще и другие геномные тесты и в первую очередь геномные тесты для определения прогноза заболевания определения биологических свойств опухоли потому что вы знаете что существует сегодня геномные тесты уже в рутинной практике при раке молочной железы они я он катает dx и мама print они широко используются для скажем определение адювантной терапии больных раком молочной железы вот пример теста семи генов которые четко позволяют выделить группу пациентов это первая стадия рака эндометрия у которых очень хороший прогноз ведь они они нет практически это значит изначальная популяция пациентов это контрольная и и в том и в другом случае существенно поэтому возможно и здесь мы получим очень важные тесты которые на основании которых будем базировать приди определять дальнейшую тактика лечения у больных с ранними стадиями заболевания потому что сегодня мы это делаем определяя риск прогрессирования на основании недавно еще стадии и морфологического заключения где мы определяем градийность лимфоваскулярную инвазию вот но только что в декабре месяце эсга европейское общество онкогинекологов европейское общество радиационных онкологов европейское общество морфологов приняла новую классификацию молекулярная классификация в которой включены молекулярные подтипы а я их вот здесь расписал низкий при то же самое низкий промежуточный высокий также определяется морфология также определяется и другие признаки градийность лимфоваскулярная инвазия, ну и понятно, что морфология, но кроме того, сюда прописывается молекулярный потип, и он также является очень важным, так сказать, фактором распределения пациентов на низкие, на различные группы риска. Поэтому, по сути дела, мы вынуждены в ближайшее время переходить на и пытаться, так сказать, сделать все возможное, чтобы определение больных, так сказать, в группе риска проходило по международным рекомендациям, то есть в том числе и на основании знания молекулярной классификации, молекулярного потипа пациентки. Выбор лечебной тактики, мы говорим, зависит от факторов риска. Я не буду останавливаться на этом слайде, потому что вы все знаете, что при низком риске хирургии, промежуточный риск хирургии, брахитерапии, при высоком риске уже более сложные методы лечения, в том числе и химия-лучевая терапия. Расчет мне перейти к отдельным методам лечения. Конечно, сложнее всего мне говорить о хирургии, потому что я очень далек от этой специальности. Но, почитав и посмотрев, без сомнения, надо сказать, что трендом в развитии хирургического лечения рака эндометрия является широкое внедрение минимальной инвазивной хирургии. В отличие, скажем, от рака шейки матки, где минимальная инвазивная хирургия была внедрена в рутинную клиническую практику без достаточного предварительного изучения, при раке шейки, при раке эндометрия были проведены серьезные рандомизированные исследования, которые показали, что и лапароскопическая техника выполнения оперативного лечения, и с помощью роботов современных, они одинаково эффективны по сравнению с открытой хирургией. Поэтому, без сомнения, что это тренд, и большинство пациентов, особенно на ранних стадиях, будут оперироваться с использованием минимальной инвазивной хирургии. Очень сложный вопрос – это определение методов контроля лимфоколлекторов. И, по сути дела, вопрос, кому нужно выполнять лимфоденоктомию, кому нет. Но, прочитав то, что написано, я думаю, что все больше и больше будет у больных с отсутствием клинически явных лимфатических узлов. Поражение лимфатических узлов будет проводиться биопсия сторожевых лимфоузлов. Методики эти существуют. Исследование FIRE, которое недавно было проведено, показывает о том, что у 86% больных определяются сторожевые лимфатические узлы. И они очень, так сказать, очень низкий процент ложнопозитивных, ложнопозитивных результатов. И поэтому на основании этого можно предположить и разработать, иметь четкое представление о наличии или отсутствии метастазов в лимфоколлекторах. И, соответственно, строить тактику лечения. Поэтому, как же и при раке молочной железы, как при меланоме, эта методика стала рутинной сегодня в клинической практике. Так, я думаю, при раке эндометрии это также будет востребованная и очень часто применяемая методика. Ну и мы говорим о том, что появление новых диагностических возможностей, более четкое осознание биологических свойств опухоли также будет определять, возможно, показания к менее агрессивной хирургической тактике или к более агрессивной хирургической тактике у тех больных, у которых имеется плохой прогноз. Лучевая терапия также будет базироваться на определении биологических свойств опухоли, в том числе и на знаниях о манипулярном подтипе, о чем, так сказать, уже начали говорить. И это подтвердило исследование ПАРТЕК-3. Более точное представление о прогнозе заболевания позволит выделить благоприятную группу пациентов, которые, ну, можно или обойтись без лучевой терапии, или можно использовать только брахитерапию, как минимально или менее токсичный метод одевантной терапии. У больных с высоким риском или подтвержденным метастазированием преимущественным методом будет химиолучевая терапия. И АМИРТ станет основным методом дистанционной лучевой терапии. А АМИРТ, это очень важно, если мы говорим о химиолучевой терапии, важно, чтобы оба компонента лечения обладали приемлемой токсичностью, не мешая друг другу, чтобы пациент мог получить и тот, и другой метод терапии, терапевтический подход в полном объеме. Поэтому АМИРТ как метод, обладающий меньшей токсичностью, большей, так сказать, возможностью фокусировки непосредственно на опухолевую ткань с меньшим повреждением окружающей, будет самым таким благоприятным партнером для химиотерапии. А для химиотерапии у нас есть тоже умеренно токсичная комбинация, как карбоплатин, паклитоксал. Исследование ПАРТЭК я не могу без него обойтись, потому что очень важно показать еще ПАРТЭК-3 и с изучением молекулярно-генетических подтипов. Это исследование, которое включало больных с высоким риском рака эндометрия. Здесь перечислен этот риск. И больные получали либо лучевую терапию в чистом виде, стандартной 5 недель, или лучевую терапию с добавлением двух введений цисплотина и последующим еще о четырех курсах химиотерапии карбоплатином, паклитоксалом. Исследование было опубликовано в 2019 году. Было показано, что в принципе выигрыш составил достоверный 5% абсолютной разницы в кривых выживаемости на 7-летний. Но если посмотреть, кто выигрывает от назначения этого метода, в первую очередь выигрывали больные с третьей стадией, в меньшей степени в первой и второй стадии. И кроме того, было показано, что небольшая группа больных с террозным раком также выигрывала от назначения химио-лучевой терапии. Но вот важный момент, это ПАРТЕК-3. Они провели оценку эффективности химио-лучевой терапии в зависимости от молекулярного профиля. И вновь показали прогностическую ценность, определение, так сказать, классификации больных согласно, так сказать, молекулярной генетической классификации. Больные с мутацией генополия прекрасно в продолжительной жизни и прекрасный прогноз, промежуточный прогноз у больных с дефицитом, так сказать, репарации спаренных оснований и у больных с отсутствием специфических мутационных повреждений и очень плохой прогноз у больных с мутацией гена ПАРТЕК-53. А как же, так сказать, разные методики проведения химии-лучевой терапии улучшало ли результаты лечения в зависимости от молекулярного профиля? Ну, при поле понятно, что при таком прогнозе и в той, и в другой группе была одинаковая, так сказать, продолжительность жизни, замечательная, стопроцентная. И мы видим, что больные с нарушением в репарации спаренных оснований, они не выигрывали от назначения химии-лучевой терапии, в то время как два других подтипа, это ПАРТЕК-53, мутированные и без специфических молекулярных повреждений, то есть сирозно-подобные и эндометриоидно-подобные, они выигрывали от назначения химии-лучевой терапии. И в одном случае это достигло статистической достоверности, а в другом случае это был большой тренд. И сейчас проводится очень интересное исследование, это продолжение, это та же группа ТранспарТЕК, продолжение исследования ПАРТЕК-3, исследование называется Рейнбоу, и здесь лечение больных уже, так сказать, дифференцированно зависит от молекулярного подтипа. У больных с мутацией гена ПАРТЕК-53 проводится химия-лучевая терапия всем, в связи с тем, что у них плохой продукт, и затем назначается в одной группе, в контрольной группе, то есть в экспериментальной группе ПАРТ-ингибиторы. У больных с дефицитом репарации спаренных оснований, микроцитутно-нестабильных опухолей проводится лучевая терапия, и затем в экспериментальной группе добавляются ингибиторы ПД-1, примерно по аналогии с немелкоклевочным раком легкого, третьей стадии, где имеется консолидация препаратами, принесла иммунологическое профиль, принесла выраженный эффект достоверный. У больных с отсутствием специфических мутационных повреждений, поскольку это больные эндометриоидным раком в низкой степени злокачественности, им проводится в одной группе химия-лучевая терапия, в другой группе просто лучевая терапия и затем гормональная терапия. И у больных с мутацией генополя после операции отказ от любой гевантной терапии. Очень интересное исследование, оно стартует как будто в самое ближайшее время. Если говорить о лекарственной терапии, то основой химиотерапии является карбоплатин-паквитоксел. Это хорошая комбинация, в принципе, относительно эффективная и в то же время умеренно токсична, является хорошим партнером для других методов лечения. Но мы четко говорим о том, что сегодня мы видим широкое использование иммунотерапии. И я прогнозирую, что для больных с наличием дефицита репарации спаренных оснований, то есть микросателитно-нестабильных опухолей, для больных с мутацией генополи, и, возможно, для больных с светлоклеточным раком, метод лечения, он сейчас рекомендован, он будет лучшим методом первой линии химиотерапии. Для всех остальных комбинация линвотинип-пембролизумаб, а может быть, еще другие комбинации, разработанные в сочетании или без химиотерапии, будут очень тоже важным методом лечения. И, я не знаю, возможно, из второй линии переместятся и в первую. Карта непонятна, потому что этот метод иммунотерапии очень демонстрирует потрясающие результаты при гематологических опухолях, и пока что не удается его трансфилировать в солидные опухоли. А вот индивидуальные вакцины, если они, так сказать, станут более технологичные и менее дорогие, это может быть тоже метод лечения для этих пациентов. Таргетная терапия сейчас очень широко начинает использоваться, потому что появились ингибиторы PI3K, CA, PARP, CDK4, 6M, TOR, HER2, VGF, которые, в принципе, так сказать, все имеют мишени в раке эндометрия, в тех или иных гистотипах, и могут быть использованы добавления к иммунотерапии или к гормонотерапии, эндокринотерапия, как было сказано, переживает также некий ренессанс, и отдельно ли в сочетании с таргетными препаратами может быть использовано у больных эндометриоидным раком рецептора позитивной первой-второй степени. Я сразу хочу сказать, что очень коротко скажу, что исследование Keynote 158 – это первое исследование, где было показано, что Pembrolizumab очень хорошо работает у больных с микросателитно-нестабильными опухолями рака эндометрия, 60% объективного эффекта, замечательный, так сказать, водопад, Waterfall, демонстрирующий высокую эффективность, исследование 146, оно уже было доложено и рассказано о нем на сателлитном симпозиуме, где комбинация Ленвотини и Pembrolizumab простая комбинация, 20 мг ежедневная Pembrolizumab каждые 3 недели. У больных с 49% PDL позитивных, 37% пациентов больных, это ранее получили 2 линии, поэтому эта комбинация использовалась в 3-й линии. В основном включались эндометриоидный рак, то есть разные гистотипы, но микросателитно-стабильные опухоли, всего лишь 11% было в качестве какой-то некой контрольной группы с микросателитной нестабильностью, и было показано, что в принципе независимо от того, есть стабильные опухоли или нестабильные по микросателитной нестабильности, и независимо от гистотипа, больные с эндометриоидной аденокарциномой, серозной аденокарциномой, и что очень важно, светлоклеточные аденокарциномы были чувствительны к иммунотерапии. Мы знаем, что светлоклеточная карцинома опухоль, которая не чувствительна к химиотерапии, но она оказалась чувствительной к иммунотерапии, поэтому это очень интересная и важная находка, и для больных с этой агрессивной опухолью появляется очень важная опция в терапии. Кейнот – это все то же самое, только цифрами 36% объективного эффекта у микросателитно-стабильных опухолей, медиана прогрессирования 7,4 месяца, медиана общей выживаемости 6,4 месяца, и вот только что появившееся для меня в понедельник исследование Кейнот-755, это проверочное рандомизированное исследование, где комбинация Ленва-Пембро была использована в качестве второй линии, 827 больных, там были и стабильные, и нестабильные опухоли. Первый промежуточный анализ демонстрирует примерно те же цифры, что и в исследовании 146, и группа сравнения получала химиотерапию по выбору врача и проиграла достоверно. Таким образом, Ленва-Пембро будет комбинацией, это будет, вероятно, стандартная комбинация, преимущественная комбинация по сравнению с химиотерапией в качестве второй линии. Ну и эндокринная терапия при раке эндометрии, самый старый метод лечения этого заболевания, но при этом имеющий очень много проблем, до сих пор не определены биомаркеры чувствительности к эндокринной терапии. В частности, на каком, что считать рецепторы позитивными, какой уровень стероидных гормонов может свидетельствовать о позитивности опухоли, о ее чувствительности к гормонотерапии. Рецептурный статус в метастазах может отличаться от первичной опухоли. Ну вот здесь исследование, где у 52 пациентов больных опухоль была рецептора позитивной. Хотя, в принципе, во многих работах пишут, что до 90% больных опухоли экспрессируют рецепторы эстрогена. Правда, опять же, непонятно, какой уровень можно считать. В большинстве сейчас работ, все-таки, больше 10% считается. Но вот из этих 52 больных, если посмотреть, как же экспрессируют метастазы и первичную опухоль. Вот у 40% всей метастазы и первичной опухоли экспрессируют рецепторы эстрогенов. Но при этом у 40% одновременно первичную опухоль экспрессируют рецепторы эстрогенов, а в метастазы экспрессии отсутствуют. И у 20% имеется смешанная экспрессия. В одних метастазах есть экспрессия эстрогенов, а в других нет. Вот. Сирозная аденокарцинома экспрессирует эстрогены, но их значение только оценено и доказано. Чувствительность гормонотерапии только при опухолях низкой степени злокачественности. И сразу изначально у 6% больных эндометриоидной аденокарциномией определяется мутация ИСА1, которая является мутацией резистентности к эндокринотерапии. Старое исследование, мегистрола цитата от Максифена, говорили о том, что это хороший метод и относительно эффективный метод терапии. Надо только сказать, что эти цифры высокие, потому что тогда еще не было рециста. Поэтому, мне кажется, что ингибиторы ароматаза и фульвестрант показывают более низкие цифры, только потому что они уже оценивали с помощью рециста. Была использована комбинация чередования назначения прогестинов с тамаксифеном, как будто бы более лучший результат, чем монотерапия. И в последнее время использовалась комбинация литрозола и веролимус. Есть даже одно небольшое исследование второй фазы, рандомизированное, правда, не опубликованное в полном виде, где была показана одинаковая эффективность веролимуса и литрозола комбинации по сравнению или с мегистрол ацетатом или с тамаксифеном, но при этом время до прогрессирования гораздо выше на комбинацию с веролимусом. Появились новые препараты, и в частности, вы знаете, что в раке молочной железы активно используются ингибиторы ациклинзависимых пеназ, и у больных раком эндометрия с позитивными рецепторами астрогена более 10%, ранее не получавших гормонотерапию. Было небольшое исследование второй фазы, которое продемонстрировало, что в принципе, это существенным образом, так сказать, улучшает время до прогрессирования, снижая риск прогрессирования на 44%. Поэтому я думаю, что комбинации подобные и комбинации с другими таргетными препаратами будут и дальше развиваться. Ну и заключая, я хотел бы сказать, что рак эндометрия останется актуальной проблемой. Молекулярно-генетическое нарушение в большей степени ответственны за биологическое свойство опухоли и ее чувствительность к лечебным воздействиям, и методы определения этих нарушений лягут в основу ранней диагностики. И знания биологических свойств существенным образом будут влиять на выбор нашей лечебной стратегии. Мы будем думать об деэскалации, то есть мы будем лучше понимать прогноз, и у больных с хорошим прогнозом мы будем думать о том, какие минимальные лечебные методы можно использовать, не теряя в эффективности, минимизируя токсичность, и в то же время выделяя группу больных с плохим прогнозом, где нужна агрессивная терапия, эскалация терапии. Но это должна эскалация быть целенаправленная, таргетная, направленная на повреждения, ну, так сказать, важнейших ключевых моментов жизнеобеспечения опухолевой клетки. Я хочу поблагодарить коллег, консультирующих меня в процессе приготовления данной лекции. Это Ирина Анатольевна Демидова, Татьяна Владимировна Кикеева, Валентина Михайловна Нечушкина, Марина Васильевна Черных, Александра Сергеевна Тюляндина. Ну и чтобы не заканчивать, я не знаю, что сбудется из того, что я сказал, возможно, из того, что я сказал, ничего не сбудется, или сбудется то, о чем я вообще не говорил. Ну, чтобы сказать, показать, что я все-таки могу что-то предсказывать, я решил предсказать, сделать несколько предсказаний, которые, с моей точки зрения, имеют высокий шанс сбыться. Я уверен, что в 2030 году у вас будет очень много работы, но работы вы будете ездить на электромобиле, возможно, с автопилотом. Те, кто по-прежнему будет ездить на бензине, будут мечтать, смотри пункт 2. Спасибо за внимание.